здравствуйте и так свершилась помните ленинская революция которой так долго говорили большевики совершила ну ленинскую картавость воспроизвести получилось не очень самое смешное в этом то что школьные годы ходил к логопеду чтобы убрать картавость теперь по жизни она бы совсем не помешала в том числе с немецким языком ну да ладно а свершилось собственно выборы президента россии вот они уже сегодня как бы идут второй день хотя как оказалось помимо трехдневного голосования и возможности там удаленно чего-то было еще и досрочное голосование все не ошибаюсь две недели до вот этих трех дней и по словам элочки свет панфиловой в этом досрочном голосовании что-то там чуть немногим меньше трех миллионов человек приняли участие но наверное все были потом вот в эти три дня не заняты кому там надо бежать от призыва кому еще чего-то поэтому проголосовали досрочно да и к слову сказать можно кто-то из подписчиков и слушателей моего канала подскажет в этом слове выборы президента россии где можно найти собственно сам выбор как таковой кстати комментируя или объясняя название этого видео вот тут действительно в чистом виде народ голосу ну голосует это отдельная тема ну будем считать как официальная российская пропаганда вещает народ голосует за выборы за доверие президенту президент как раз как писали и говорили во время на ссср вот такой стопроцентный живой такой железобетонный пример единого кандидата от единого блока коммунистов и беспартийных смысле блок блоком а вот он сам олицетворяет вот это вот единство коммуниста и беспартийного ну а как еще дослужившись пусть до майора там подполковника ему дали когда из рядов кгб пинком под зад выгоняли но или мы будем считать отправляли на пенсию да то есть будучи даже майором кгб он не был членом партии не рассказывайте мне сказки а потом стал не только не просто беспартийным а еще и православным таким ярым ну на камеру мало этого он еще же помимо вот единство коммунистов и беспартийных он еще лица олицетворяет и государство рабочих и крестьян ну про интеллигенцию там она все она была прослойкой он же кто у нас там таксист артиллерист историк этот подводный пловец воздушный летун там и на истребителях или там на бомбардировщиках стратегических тоже летает машины водит ну в общем счетом рабочие крестьяне насчет в отличие от лукашенко вроде как пока не замечено выращивание там арбузов картошки и так сказать групповом их групповой их уборки ну так какие его годы еще смысле воды не возраста годы пребывания в власти все-таки он-то сколько получается ну 25 лет будет там или 24 до а лука то в этом году будет уже 30 ну так что как раз аккурат течение следующего своего президентского сидения у путина как раз есть их 6 лет чтобы еще и садово-огородными работами заняться но если серьезно то как не пытался понять все эти инициативы там зачеркивать бюллетени портить бюллетени вписывает туда фамилию навального надеждина дунцова и хоть ходорковского хоть жириновского вот этот вот всем прийти воскресенье в 12 чем на избирательные участки показывают немцы кто как точнее соображалка у тех кто это выдвигал эти инициативы и тем более у тех кто собрался им следовать причем он уже в первый день показывали бюллетени что ручки там как бы пишут нормально потом зажигалочку поднес ну не так близко чтобы не не опалить бюллетени закоптить ну тепло пошло и ваша птичка исчезла 1 2 5 хоть 10 хоть вдоль хоть поперек не говоря про то что с электронным досрочным и трехдневным голосованием итоговые протоколы я думаю уже давно написаны но может быть цифры вставит в том смысле что сомневаются сколько написать 82 процента за путина или восемьдесят один и семь там или восемьдесят два и три ну и остальным трем лоботрясом из госдумы как там если путина 83 то оставшихся 17 как поделить по-честному или поровну кого выделить может молодого этого фамилии до давальский даванков даватель ну что-то из этой серии что-то от слова давать до с корнем в смысле давать может его он все-таки перспективно то там остальные уже если не совсем глубоко пенсионного возраста хотя для президента в госдумы конгресса бундестага это значение не имеет но если не совсем так близко ну может молодому дадут тем по 5 а этому 7 куда-нибудь ему там какую-нибудь должность на этом фоне все-таки столько же народа в него поверили нет я все о том что при таком раскладе при выборах из единственного по факту кандидата он же заведомый победитель какие посмотреть сколько нас not прокуратурой посмотрит и на видео запишет сколько вас точно так же как это шутска тоже на похороны навального и после этого ходили там цветами завалили ребята сколько-то миллионной москве не буду сейчас напрягаться тем более цифры там старая москва новая москва с иммигрантами без иммигрантов с постоянными жителями без неважно насколько-то миллионную москву к могиле навального за три там дня или сколько они там ходили до пришло 10 15 20 30 50 тысяч даже и что это из 50 тысяч даже из миллиона вот миллион берем 100 тысяч это 10 процентов 50 тысяч это 5 процентов из миллиона если 10 миллионов значит это 0,5 процента это вот процессный потенциал мы посмотрели сколько нас не говоря про то что на мой взгляд принос этих цветочков это тоже своего рода дурь потому что показали только опять же фсб прокуратуры и следственного комитета у кого в принципе при наличии желания надо брать за известное место и под белой ручки он уже за этих путь домой к за главных взялись еще чего-то на чем вы каких и обсуждают а как что чего да ничего если высу украинские спецслужбы и вот эти вот громко себе заявившие в последнее время регион свободы россии там русский добровольческий корпус и сибирский батальон если они не наведут порядок у себя в стране они российские граждане то все эти ходорковские и перечислять не буду толку 0 их призывы инициативы включая юлию навальную которая не только на похороны мужа не поехала к нашей голосовать в посольство не не пойдет стопуду но он как небезызвестный некоторыми горы эйдман который не знаю сколько времени назад заявил что решил отказаться от российского гражданства получить немецкая но судя по его последним некоторым записям с немецким сейчас с этим очереди в германии то есть немецкая у него пока не складывается но так он пойдет обещал пойти потусоваться под посольство российское в берлине но голосовать не пойдет то есть ну вот это все это в чем о ком самой россии там сделают любой результат а уж в зарубежных заграничных этих представителей что я вас умоляю ну и соответственно что остается но как минимум думать думать как все-таки не обеспечить не приблизить или не усугубить очередной крах цивилизации которых наверно до этого было несколько начиная с гибели атлантиды и прочее но это уже темы совсем для других разговоров так что оставайтесь здоровы слова украине и российским подразделением составим высу отдельно живя беларусь и израиль пусть медленно желательно без потерь или с минимальными потерями на двигается к своей цели до следующих встреч